Смотрите, но я не хотел бы опять же нести некую социальную ответственность и не сильно угнетать, а не получится. Вопрос от девушки, которая позвонила в эфир и сказала, зачем вы так, он очень классно показывает общество. Вот такие люди это единственное наше пока что спасение, почему мы не свалились в Сомали. Но я могу ответить ей, что вы живете в мире иллюзии, иллюзии безопасности. Андрей сегодня сказал, Лохматов, я вам подтверждаю, сейчас никакой защиты нет. Мы можем поспорить, я в свое время хотел предложить полиции эксперимент, я могу поспорить о том, что я могу совершить в Николае, по виде эксперимента, любое преступление. Дать очередь посреди соборной, взорвать машину, избить человека, и мне ничего не будет за это. Он мне предлагал поставить такой социальный эксперимент, я отказался. Ничего не будет. Если нас не задержат граждане, то нас никто больше не найдет. А если даже вы найдете нас, то мы наймем адвокатов и вас же разгромим. Поэтому, девушка, которая звонит, поймите, что вас могут убить, и вас никто не защитит, и даже не накажут убийцу. И ограбить вас могут, и ничего никому не будет. Сейчас мы живем более-менее спокойно, исключительно по одной причине. Потому что еще никто не понял, насколько все плохо. И люди, у нас отличные люди в этом плане, привыкли не применять насилие. Понимаете? Но как только все поймут, что на самом деле у нас в Сомали, начнется ад. Так вот, точку невозврата, о которой я говорил в свое время, мы прошли. То есть мы уже не вернемся, мы не можем обойтись мирным путем. Насилие будет. Все. Единственное, два варианта есть. Первое. Это будет насилие криминальное, и вы будете жертвами. Либо же общество даст возможность полиции творить насилие, и само общество будет творить насилие для защиты. И таким образом, тихонечко-тихонечко мы вернемся в русло цивилизации, когда только правоохранительные органы спокойно работают и так далее. То есть, но мирно мы уже не обойдемся. И вы подумайте об этом. Поэтому мы можем только выбирать. Либо же стать жертвой, либо же позволить полиции и требовать от полиции делать жертв из бандитов. И случайные жертвы здесь будут. Вот как бы так, господа. Мы выбираем второй вариант. Посмотрите, я вам сейчас привожу доказательства. И тут очень важно, если можно, я переберу. Ну, пожалуйста, пожалуйста, конечно. Одно очень важный момент. Опять же, о чем говорил господин Евсеев и господин Стужук. Общество, организация. Знаете, что меня всегда поражало? Когда у нас Николаев выкладывают видео, как водитель маршрутки избивает пассажира. Извините, 20 сволочей в маршрутке сидят и снимают это на камеру. Давайте посмотрим видео на Соборной. Два быка избивают человека. Десять в погонах случайных людей смотрят на это. Вокруг стоит 50 человек и смотрят, как избивают человека. Хотя можно подойти в пивной ларек, купить бутылку пива, подойти сзади и ударить по затылку. И вырубить просто напрочь. Но мы все не готовы к объединению и к насилию. Потому что если бы 20 человек, вы видите, когда в маршрутке, как можно остановить насилие? Организовывайте. Если вы видите, что в маршрутке водитель хамит, унижает, оскорбляет, выбрасывает из ура. Встаньте, возьмите за шкирку его, подними соседа. Ты мужик или нет? Пошли, набьем морду. И только так вы можете остановить насилие. Потому что только так водитель маршрутки в следующий раз будет бояться общества. Бояться того, что там сзади сидит организованный 20 человек.